В Алматы обманутые вкладчики финансовой пирамиды сегодня штурмовали здание городского департамента полиции. Они требовали встречи с руководством. Дело в том, что люди вкладывали крупные суммы в компанию, которая якобы торговала цифровой валютой. Говорят, им обещали значительную прибыль, около 30% в месяц, но организатор бизнеса внезапно исчез. Международный розыск его объявили еще год назад, вот только результатов никаких. Алтон Мендебаева выслушала жалобы. Документы в руках Аллы Богинской – единственное доказательство ее крупных вкладов. Женщина хотела выгодно инвестировать сбережения в цифровую валюту. Говорит, поверила заманчивому предложению и отдала 3000 долларов. Но в итоге осталось ни с чем. Инвестиционная компания «Лидер» финансовая пирамида, так как мы узнали потом, что узнала от знакомой, которая вкладывала туда сумму, довольно большую, крупную, около 10 тысяч долларов. Приглашала меня, и я с третьего раза решилась все-таки вложить туда сумму. Сумма у меня 3000 долларов там. Изначально были большие обещания, и договора у нас у всех заключены, официальные, с печатью, все. Осознание к людям пришло после того, как выплаты прекратились, а руководитель компании исчез, прихватив с собой деньги. Его объявили в международный розыск год назад. Но до суда дело до сих пор не дошло. Сегодня обманутые инвесторы вновь пришли в полицию. Они требовали объяснить причины долгого расследования. Нет, нам не нужна конселярия. Нам нужны руководители. В легкую прибыль поверили и жители других регионов Казахстана. Все они просят чиновников взять расследование на контроль. Властям, чтобы нас еще раз услышали. Очень долго, уже почти два года. И за два года ничего не сделали. Почему-то другие все пирамиды разоблачают. 5 тысяч людей у нас, да, пострадавших людей. Но это не 5 тысяч людей, это 5 тысяч семей. Доверчивые люди надеются вернуть свои деньги. Но пока главный фигурант не задержан. Это, судя по всему, невозможно. Все потерпевшие по данному делу были опрошены. И в январе 2020 года главный фигурант был объявлен в международный розыск. Неизвестно, в каком стране? Нет, неизвестно. Расследование затягивается из-за того, что человек не найден. Международный розыск как сработает, так дело дальше длинился. Дело расследуют по двум статьям. Если вину руководителя финансовой пирамиды докажут, ему грозит до 10 лет колонии.